Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Да, и сегодня я хочу официально вам заявить, да, что я обязательно пойду на второй срок, да. Я обязательно воскресну, да, как пенис из пекла, то есть феникс, да, хотя, а какая разница, да. Я, как пуля из дерьма, обязательно буду восставать, никуда не уходить и вонять, вонять, вонять. Друзья мои, я понимаю, что это клоунада, которая, несмотря на то, что идет война, продолжается, уже всех достала. Они ухитряются, вот обгадятся всюду при первой же возможности. Смотрите, они ухитрились посраться с поляками, они получили тренгюлей от американцев. Стефанчук рассказывает, что у них нет голосов, мать их, за ногу, чтобы московскую церковь просто запретить. Подождите, у них есть голоса, 300 с чем-то, чтобы сначала принять закон, по которому они отменяют декларирование. Потом, после получения звездюлирования от наших западных партнеров, они все-таки его принимают с какой-то скидкой, с какой-то откладкой, отсрочкой на сколько-то месяцев после того, как сейчас. И они сейчас будут все это быстро, вот как, блин, мыши под ковром, вот это все сейчас перетасовывать, потому что все же успели нахомячить. За каждым колоситься. А тут надо будет показать, и вы представляете, сейчас вот этот вот свисторез, переписывание на друзей, знакомых, родственников. Начнется же, знаете, такое внутреннее спаривание, такой слуонародный инцест. Вы себе представляете, вот, допустим, Тищенко, да, усыновляет безуглую там, в обыхах, а Ермак срочно удочеряет Зеленского. Потом они понимают, что ошиблись, быстро меняются, все уже со всеми морально перечпокались, все уже друг от друга что-то перепрятали, все уже друг от друга зависят. Третьякова оплемянила Коломойского, причем его даже не выпускали. Вы представляете себе вот этого депутата Иванисова, вот, которого они осудили за, ну, когда они его, точнее, как, его сначала осудили, потом они все провтыкали, а потом они его взяли к себе, и он избрался депутатом от слуг народа, хотя был осужден за групповое изнасилование несовершеннолетних. Ему, понимаете, вообще как-то он скажет, вы что, говорит, я же все, говорит, не по понятиям, я, говорит, не могу усыновлять, удочерять вообще кого-то старше 18 лет. Мне, говорит, статью менять нельзя, это, знаете, как вот те, кто бухают, они говорят, что нельзя понижать градус, а тут нельзя уменьшать статью, то есть он уже пошел по малолетке, да, и он исключительно, а все же, а Коля Тищенко, знаете, он когда-то был понятийным бандитом. Сегодня он такой, блин, долбаный шлепер, такое посмешище, да ему вообще, ему вообще в компанию приличных людей зайти-то тяжело. Полностью обгадившаяся команда, которая единственной своей целью ставит обворовывание украинского бюджета, и никакой вот цели у них стратегической просто нет. Вы вдумайтесь, у Зеленского цель это рейтинг, все, у него нет цели там разгромить врага, у него нет цели приблизить победу, у него нет цели установить здесь порядки, законы европейские, нет. Потому что европейские порядки, законы это автоматическое отстранение Зеленского от власти и судебные процессы. Зеленский категорически не хочет, чтобы мы жили так, как живут европейцы, американцы, французы, австралийцы, ну или даже японцы с англичанами. Нет, это его кошмар. Он будет делать все, вот просто все, чтобы у нас не наступило благополучие и верховенство права. Потому что он-то, конечно, нулевой юрист, он как юрист полный болван, он не учился на лекции и не ходил, но своим хитрозадым тухисом, вот он чувствует, что если настанет у нас порядок и восторжествует законы правовое государство, то он первый паровозом пойдет, а за ним вся вот эта вот шлядота, которая за ним, вот это вот аж колосится. Собственно, я уверен, что Зеленский до конца и не понимает того масштаба разворовывания государства, которое сейчас идет. Когда ему на Западе выговаривают, что-то озвучивают, ну опять, это мне мои источники рассказывают, которые имеют отношение к тем, кто выговаривает Зеленскому, у него периодически случается просто реальный шок. Потому что он как бы знает, что там все плохо и там вот клейма негде ставить, но когда ему рассказывают о масштабах, глубине и той вони, которая стоит вот в этом кодле, то, что они творят, его самого иногда начинает колбасить, вот так подколдобливает, но, к сожалению, друзья, оно не обучаемое. Его единственная задача – это оставаться на этой должности, огребать вот эти висюльки, вот эти премии, вот эти вот обложечки. И вот это вот, знаете, вот это вот желание славы и выступление со сцены, и главный рейтинг. Вот все идет по звезде, главный рейтинг. Вы вспомните, вот что больше всего Зеленского до 24 февраля угнетало? Что самое страшное с ним произошло? То, что провалилась операция Вагнеров? Нет. То, что он фактически публично призвал на пресс-конференции посадить в тюрьму безвинного рифмастера с девочками? Нет. То, что он потерпидо, конченое потерпидо, это между либидо и потерпевшей, да, потерпидо, оно подало в суд на девочек, на зверобой с Фидиной. Вы думаете, его расстроило то, что он сказал «Барупин особистый контроль», да, и сержант Журавель умер в муках после его особистого контроля? Нет! На это ему все начхать. Ему самое травматичное и самое ужасное было, когда его рейтинг, ну, вот помните, когда каналы Ахметова начали его иметь по полной программе, вот у Савика Шустера рейтинг скатился до 20 с чем-то процентов, а у Порошенко уже поднимался к 18, и вот он чувствовал сокращение этого разрыва, да начхать ему на вас, на ваших детей, родителей, на наших воинах рейтинг ему нужен, рейтинг. Главное, чтобы рейтинг не падал, все, а на все остальное ему начхать. Если какой-то конченный Коля Тищенко, да, или там Марьяна Безугла, если они будут нести вот какую-то полную, полную фигню и разворовывать так, что весь мир будет вот с этими татаровыми, демчанками, ермаками, весь мир будет ужасаться, ему все равно самое главное, это не Украина, это главный рейтинг. Поэтому я и говорю, что оно конченое, и на Западе, все уже давно поняли, что оно конченое, и поэтому помогают они нам, а не квартальным вот этим вот уродам, потому что Запад помогает Украине, но навести порядок в Украине обязаны мы. Вот тут Запад за нас не будет работать. Поэтому, друзья мои, то, что мы делаем, это очень важно. Мы с вами формируем общественное мнение. Это безумно важно. И поэтому не уставайте рассказывать вот этим всем зелебобикам, которые вот в болоте единого марафона и отвергают другую информацию. Надо достучаться до каждого. И это та миссия, которую мы с вами выполнять обязаны, пока зеленая свора украла свободу слова на госчастотах. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а победа будет за нами, потому что за каждым из нас не за жизнь.